Если бы ученые были скептиками. Вот название моей статьи, недавно выложенной, в общем-то, сегодня выложенной в паблике. Да, это очень-очень важный вопрос. Вот ученые нередко называют себя скептиками, вот даже скептико называется конференция о науке, о науке и критическом мышлении. Начнем, по крайней мере, уже с того, что критическое мышление и скептицизм, ну вообще разные вещи, как бы, ну да ладно, ну да ладно. И что наука и критическое мышление тоже как бы не коррелируют особо в науке, критическое мышление не нужно, на мой взгляд, то есть это излишнее. Да и скептицизм нам тоже не нужно, это мы попробуем доказать. А в сущности, я уже больше 10 лет исследую научное познание в целом и скептицизм. Очень странно, что для многих эти слова являются взаимодополняющими. Вот у нас общество скептиков, видите там на картинке, общество скептиков, целое общество. И они там все соврались и сомневаются, в общем, во всем, понимаете, какое прекрасное общество. Но на самом деле-то не во всем они сомневаются, насколько мы знаем, совершенно не во всем. Так вот, я думаю, что все согласятся, что всякий человек за свою жизнь хоть в чем-то да сомневается. Ну, например, христианин сомневается в исламе, мусульманин сомневается в христианстве, ученый сомневается обычно во всех религиях. Ну вот так вот бывает, да, часто ученый сомневается во всех религиях. Ни одно из направлений не сомневается само в себе. Даже наука не сомневается сама в себе, потому что, ну, как бы, да, даже если она сомневается в некоторых своих выводах, в некоторых своих выкладках, она не сомневается в своем методе, и она постулирует вот это вот, как бы, сомнение как догму. Ну, то есть, получается-то, да, что не сомневается ученый во всем, он не сомневается в эмпирическом методе, в математике не сомневается, В большом количестве всего он не сомневается и не может сомневаться, потому что иначе его работа будет идти ну как бы впустую, он не будет познавать, он не будет думать, что он познает даже, вот такая вот проблема. Так вот, давайте все, ну все наверное согласятся с тем, что скептик это тот, кто во всем сомневается, вот вообще во всем, нет ни одной сферы, ни одного вопроса, в котором бы он мог сказать, вот в этом я, в этом я определенно уверен. Почему? Почему мы можем только так определить скептика? Потому что в другом случае, в ином случае, мы должны будем как-то различать. Вот у нас есть люди, например, христиане, которые в чем-то сомневаются, в чем-то они определенно сомневаются, потому что все люди определенно в чем-то сомневаются. И тогда все люди оказываются, ну как бы скептиками, и это тупо, это невероятно, тупо это неправильно. Так же называть людей, которые вот в чем-то сомневаются, а в чем-то не сомневаются. Например, ученые сомневаются во всем, кроме эмпирического метода, кроме математического метода, кроме логики, кроме большого количества всякой вот этой вот херни, в которой типа можно не сомневаться современному скептику. Ну это такое, это неправильно, на мой взгляд. Так вот, ну я думаю уже из этого определения, что скептик это тот, кто сомневается во всем, понятно, что ученый не может быть скептиком. А что значит он сомневается во всем? Что это значит? Это значит, что он признает свое тотальное... Так, сейчас вернемся к определению, простите, пожалуйста, простите. Что вообще это значит? Да, это значит, что он признает свое тотальное незнание во всем, а также допускает, что всякое высказывание антологического, во-первых, антологического, конечно, то есть о том, что существует. Да, ученый не мог бы высказаться о том, что действительно существует, и если бы он был скептиком, а также физического, этического, эстетического, методологического и прочих характеров может оказаться неверным. Ну то есть понятно, что для настоящего скептика не может быть физических фактов, особенно не может быть физических фактов, которые переходят в физические теории, не может быть этических каких-то норм. Ой, а у ученых есть научная этика, как же так, как же так происходит, если у них есть научная этика, и они при этом скептики, они не сомневаются в научной этике. Ой-ой-ой, как-то странно, как-то это очень все странно получается, ну вот, понимаете, и к ученым вот таких куча-куча-куча вопросов от настоящих скептиков может прийти. Эстетического, ну это уже к науке меньше относится, эстетика как бы, но у ученых есть эстетические предрассудки, конечно, они говорят, природа прекрасна чаще всего, природа прекрасна, интересна, нужно обращать на нее внимание и получать от этого удовольствие. Так многие говорят, докинзы всякие и прочие ученые, да, они действительно разделяют вот эти вот эстетические догмы по отношению к тому, что они изучают. Ну методологического, понятно, это чисто научная догма, методологические догмы в науке крайне распространены и не могут не быть распространены, потому что наука это методологическое, философское учение, в общем-то, ну по сути. Так вот, если ученый будет допускать, что вот все вот это, вот, вот все вот это, вот любое высказывание антологического, физического, эстетического, методологического и прочих характеров может оказаться неверным, то наука, ну вот, 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 нет науки никакой, не может быть никакой науки, вот вообще наука не может возникнуть в такой ситуации. То, что мы понимаем под наукой сейчас, противоречит скептицизму. Вот это мы должны закрепить, потому что вот сомнение во всем, то есть сомнение во всяком высказывании, во всяком возможном высказывании, то есть что такое сомнение, что потребует, это возможность допустить, что оно не верно, приводит нас к антисайентизму всегда, всегда и не может к нему не привести. И не может быть такой науки, которая бы включала в себя скептицизм. То есть мы не можем получать никакие знания, не можем получать никакого опыта такого вот рода научного в рамках скептической модели. Этого сущностного определения должно хватить для человека умного, то есть способного понять, что есть скептицизм и что есть наука, и почему они радикально несовместимы, ну и вообще их не нужно совмещать, это просто, ну не знаю, это глупое историческое совпадение. Какой-то там Карл Саган вдруг захотел, чтобы вот, вот мы ученые, мы еще и скептики, типа, да, до этого Декар захотел, вот мы философы, но мы еще и скептики. На самом деле он пропагандировал догматические взгляды, очевидно. Ну и вот, людям, которых не хватает вот этих вот, как бы, вот этих доказательств, мы приведем другие, очень упрощенные. Если бы, если бы ученые были скептиками, будем основываться вот на этой фразе. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что, вот первая глава, они бы не думали, что математика является эффективным методом именно познания мира. Заметьте, познание, ну то есть, да, математика может быть языком описания явлений, например. Язык описания явлений, это, это выражение, оно не претендует на истину вообще никаким образом. А вот познание мира, это то есть познание истины, некой истины, не обязательно истины абсолютной, может быть, некой частной истины, но ученые уверены, что математика позволяет им познавать некоторые частные истины. Но нас, как скептиков, вообще-то могло бы это натолкнуть на ряд сложностей. Ну, например, абстрактный характер математики и многогранная конкретность мира, очевидно, ну, не соотносятся. Мир сложный, многогранный, в нем много всего, очень много. Математика носит совершенно абстрактный характер. Она сводит конкретные предметы, например, вот одна ручечка, у меня одна ручечка, да, вот одна ручечка, там будет вторая ручечка, третья ручечка, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. А в предметы, в общем-то, безликие, это метод абсолютного абстрагирования. Это наталкивает нас на мысли о том, что в рамках вот такой вот идеалистической системы, как математика, математика возникла из идеализма, прошу вас не забывать об этом. Это очень радикальное абстрагирование, крайне радикальное. Вопрос, какое отношение математика имеет к реальности? Пока вы не ответите на этот вопрос, мы будем сомневаться в том, что математика является эффективным методом именно познания мира. Причем не просто ответите, а в абсолютной степени докажете его. Дальше. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что? Что эмпирический опыт является полноценным методом познания, так как, будучи скептиками, они бы допускали. Что существует некая вероятность иллюзорности всего наблюдаемого мира. А в системах, в которых мир является иллюзорным, эмпирические методы следует воспринимать не как способ познания, а как способ заблуждения. Комментарий здесь тоже крайне прост. Допустим, мир иллюзорен, но при этом мы пользуемся эмпирическим опытом. А как индийские учения, в которых чаще всего мир иллюзорен трактует эмпирический опыт. Да, как заблуждение, в общем-то, да. То есть это способ как бы вот соединиться с этим заблуждением, вот покрыться майей, вот этой вот, иллюзиями всеми, всеми покрыться. Вот, вот что такое эмпирический опыт для систем, которые подразумевают иллюзорность мира. А что говорил платонизм об этом? Да тоже иллюзорность, тоже привязанность и все те же самые, да. Ну, то есть, понятно, если мы скептики, мы можем сделать допущение, именно допущение, я не утверждаю, что мир иллюзорен, заметьте. Именно делаем допущение, допустим. И тогда, да, эмпирический опыт не ведет нас ни к какой форме познания, к сожалению. Существует, да, следующее. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что существуют некие неоспоримые факты, поскольку факты это лишь наша интерпретация. Научные факты это определенно наша интерпретация, и то, что мы можем воспринимать в качестве феноменов, разбирается преимущественно в философском учении, которое называется феноменология. А в науке вот этого всего даже близко нет. У ученых уже заранее обговорены, в общем-то, интерпретации, интерпретации плюс математика, математические интерпретации, интерпретации непосредственно наблюдений. Все это сделано довольно-таки поверхностно по отношению к феноменологии. Вот феноменологический опыт, феноменология сама по себе, как бы, она вам показывает. Вот есть явление. И явление, воспринятое наиболее чистым образом, вот оно, как бы, является фактом. А с этим спорить значительно сложнее, потому что, ну, как бы, даже скептики воспринимают. И давайте вспомним, что Гусар все-таки, как бы, да, использовал эпоху, в общем, он значительно ближе к скептицизму, чем научная парадигма. Ну, вот как бы так получается. А научные факты – это интерпретация, к сожалению. Для ученых это может быть сюрприз для многих людей, но это так. Дальше. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что логика является наукой о правильном мышлении и дает какие-либо преимущества в познании, так как нет никаких гарантий, так, куда-то я перескочил далеко, простите, так, так как нет никаких гарантий в том, что логика связана с истиной, ведь она была создана до достижения какой-либо истины. Ну, собственно, с логикой я и так уже очень много работал, вы можете посмотреть мои выкладки по логике, можете, да, исследовать мой паблик на предмет гносиологических высказываний, и все это понятно. Если бы, если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что знание научных моделей имеет какое-либо отношение к истине, ну, это продолжение, продолжение критики математики, в общем-то, да. А как можно думать, что математическая модель, упрощенная модель реальности, она, да, 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 как будто бы претендует на реальность. Ну, всем же понятно, наверное, даже людям глупым должно быть понятно, что это не сама реальность, и в модели исследуется нереальность сама по себе. Фух, если бы ученые были скептиками, они бы не думали, они бы не думали, что... Там что-то про теорию эволюции, да. Что теория эволюции является более чем теорией, она является фактом, да. Спасибо господин Докинс и прочие ученые-биологи, которые вот думают, что она является фактом. Теория эволюции, во-первых, связана с недоказанной и, вероятно, недоказуемой естественной установкой. Ну, то есть, она прямо вытекает из естественной установки. Если мы не допускаем каких-то более сложных систем над происходящим, в общем, ну, допустим, допустим, сатана. Сатана, да, именно сатана расположил окаменелости именно в том порядке, в котором они находятся под землей. Это чисто в осложнении. Это нарушение бритвы Оккома, получается, да. Ну, допустим, что такое произошло, и он разложил их так. Еще генетический материал сопоставил таким образом, чтобы ученые находили, в общем-то, соответствие именно генетическое. И это такой генетический аргумент подтверждается, который подтверждает эволюцию. И вот-вот-вот, геологический аргумент подтверждается. И многие другие тоже сразу можно подтвердить таким вот образом, просто нарушив бритву Оккома, как бы. То есть, допустить, что теория эволюции не верна, может совершенно любой идиот, даже вообще не зная теорию эволюции. Ну, просто потому что мы можем это сделать. Мы можем вообразить вообще все, что угодно. И поэтому, ну, скептически, чисто с точки зрения скептицизма, усомниться можно во всем, в чем угодно, в том числе в теории эволюции. Во-вторых, полное подтверждение теории эволюции, ну, то есть, факт. Факт, то, что мы восприняли и использовали в качестве аргумента для того, чтобы сделать теорию. Да, чтобы сделать вот что-то вот такое вот из теории эволюции, нам нужно подтвердить его. А подтверждение происходит благодаря непосредственному наблюдению за живыми организмами в течение миллиардов лет. По-моему, это очевидно невозможно. Мы уже пропустили несколько миллиардов лет наблюдений, как бы. И из этого явно следует, что мы не можем подтвердить синтетическую теорию эволюции вообще никак, ну, никак, если мы пытаемся воспринимать ее в качестве именно факта. Это теория. Это теория. Очень вероятная теория, которая требует допущения естественной установки. Вот только естественная установка. Мир философский является самоцельным. То есть он сам, он автоматически работает. Нет никаких богов, нет никаких дьяволов, которые все это перемешивают. Нет ничего, что влияет на мир. Нет каких-то более сложных метафизических систем, которые влияют на мир. Только в таком случае естественная установка правдоподобна. И то есть некоторые возможности выйти, ну, то есть отрицать даже теорию эволюции в рамках естественной установки, ну, это сильно сложно. Это тоже очень сложные системы сразу начинаются. Ну, не важно, не важно, не важно. Вот дело в том, что вот стоит нам только допустить что-то там метафизическое, что-то запредельное, что-то там более могущественное, чем природа, и все, конец. А теория эволюции как бы рассыпается в прах. И да, скептик должен в этом тоже сомневаться-то, между прочим. Но если он не сомневается, он не скептик. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что научная работа требует высокой оплаты, так как ученые выполняют важнейшие функции. Логично? Логично. У них бы не было никаких ценностей. А у ученых, если бы они были скептиками, у них не было ценности науки, они бы не могли сказать, что вот наука, она более ценная, чем вот эта вот не наука, например. Понимаете? Вот они бы не смогли так сказать. Они бы сомнились в этом утверждении. А ученые чаще всего не сомневаются. Вот так вот бывает. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что... Ну и тут, кстати, да, сразу наука представляет собой высочайшую ценность. А ученые так чаще всего полагают. И их последователи чаще всего так тоже полагают. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что все прочие подходы к познанию менее эффективны, чем научные. Особенно, если эти ученые не знают ничего о других подходах к познанию. Это почти все сообщество этих скептиков замечательных. Вот о том, которое мы вначале. Вот это вот сообщество самое, да. Как оно там называется еще раз? Общество скептиков. Вот там люди вообще ничего не знают о других подходах к познанию. Замечательные люди. Вот вообще ничего не знают. Чуть-чуть по философии, может, прочитали. Религии чуть-чуть знают, там Библию читали, пару раз в руки брали. Все, мы скептики. Наука, это классно. Как бы... Ну, замечательно, спасибо. Наука это величайшая ценность. А вы скептики, конечно, супер. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что наука и практика тесно связаны. Тоже логично, поскольку связь... Ну, у нас вообще нет определения науки в целом. У нас куча определений науки. У нас куча определений практики. У нас есть практики, которые не связаны с наукой. У нас есть науки, которые не связаны с практикой, как бы. Тесная связь науки и практики – это очень сомнительный концепт. И он обычно работает в рамках только естественных наук, естественного знания какого-то. Но вопрос... Вопрос. Чем занимается естественная наука? Не по знаниям ли фундаментальных законов природы? Она занимается познанием. Знанием, да, получением знания. Чем занимается практика? Созданием практических всяких штук. То есть, например, инженер создает самолеты, допустим. Он много чего может создавать. Разные инженеры разные вещи могут создавать. Ну, допустим, инженер создает самолеты. Он создает самолет, он пользуется другим методом. А чтобы исследовать природные законы, согласно которым самолет будет летать, для этого нужна наука, да. Но это вещи просто разные. И тем более объяснительные модели, а наука является именно объяснительной моделью, могут быть разные. То есть, можно математически рассчитать все то же самое, что происходит с самолетом в воздухе, используя абсолютно другие термины и абсолютно другую идеалистическую систему в качестве основания. И все будет работать точно так же. Все будет отлично, все будет замечательно. Не нужна никому не будет никакая вот эта объяснительная фундаментальная наука тогда. Все будет якобы объяснено, и все будет, главное, работать. Для практика фундаментальная теория не имеет никакого значения. Хоть сила бога поднимает самолеты в воздух, ему плевать. Главное, что самолет летит. Для ученого нет. Для ученого важно познание. Здесь мы тоже должны с этим разобраться. Если бы ученые были скептиками, они все-таки сомневались, наверное, в том, что наука и практика тесно связаны. Но это просто надо доказать. Это очень сложно доказать, но это надо доказать. Это просто обходит стороной и вытаскивает как аксиому некую. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что истину по тем или иным вопросам можно достичь. Как известно, наука все-таки не является сторонницей абсолютной истины. Абсолютная истина – это что-то вненаучное, конечно. И это нужно науке, чтобы она постоянно работала. Чтобы ученые постоянно стремились и что-то изучали. Чтобы ученые получали денежки. Вот эта концепция, видимо, нужна. Так вот. А истину по частным вопросам наука как раз может открыть. Она так думает. Она думает, вот мы изучили океан на 99%, мозг мы изучили на столько-то процентов, что-то мы там еще в мире изучили, и космос на сколько-то процентов изучили, и то, что мы изучили, мы точно знаем. Если бы ученые были скептиками, они бы так не думали. Потому что это все догма. Ну, то есть, любое знание, любое убеждение в собственном знании – это антискептицизм. Всякое убеждение. А, то есть, ну, если бы ученые были скептиками, они бы, конечно же, не думали, что всякое утверждение должно быть подтверждено наукой. Так как, если бы ученые были скептиками, они бы сомневались в науке, а значит, наука не была бы достаточным основанием для доказательства того или иного утверждения. Хммм. Интересно, да? Интересно, что вот так, вот как надо быть скептиком на самом-то деле. А почему-то общество скептиков действует в обратно-противоположном направлении. Как же это так получается? Интересно. Интересно, не знаю, почему так происходит. Если бы ученые были скептиками, они бы не думали, что наука объективна, так как объективность подразумевает деление на субъект и объект, которое является в корне сомнительным. Но, впрочем, даже если мы допускаем деление на субъект и объект, все равно у науки возникают некоторые проблемы, потому что исследования проводят люди, а люди по природе своей субъективны. И каждое исследование как бы подразумевает некую культуру под собой, то есть некие традиции, некие догмы, некие нормы, некоторые интерсубъективные, собственно, договоренности подразумевают. Не стоит путать объективность и интерсубъективность. Ну, то есть люди посмотрели на некий объект и договорились, что вот давайте воспринимать его так. Вот это наука в целом. Вот она. Вот это не значит, что мы добыли факт. Этот факт абсолютно истинен. Он не может быть подвержен никакому сомнению и никаких других трактовок этого факта быть не может. Вот это не вот так, как ученые говорят. Нет, нет. Это вот интерсубъективно именно. Это договоренность. Почитайте уже Планкаре, наконец-то. Ребят, просто посчитайте Планкаре, его работы по, собственно, да, конвенциальной теории. Вот, пожалуйста, ну, наконец-то. Вот стоит это сделать, Планкаре, ученый, известный, известный математик, просто потрясающий, умнейший человек. Вот почитайте его по этому вопросу, и вам, наверное, все будет понятно уже здесь. Следующая глава. Она покороче, слава богам, слава науке. Так вот, если бы ученые были скептиками, они бы не чувствовали, ой, они бы не чувствовали, а при чем здесь чувства-то, скажете вы? А то, что чувства-то определенные реакции людей, причем в том числе догматические, чувства показывают нам догмы, часто облачают догмы. Так вот, они показывают нам, что люди, собственно, не являются скептиками, они не являются отрешенными от своего предмета исследования, они пристрастны к науке, то есть это показывает чувства. Именно. Продолжим, да, собственно, по пунктам. Если бы ученые были скептиками, они бы не чувствовали радость за свои открытия. Ну, то есть они бы считали открытие чем-то сомнительным и временным, и, ну, и к черту эти открытия, получается. Ну, открыл и открыл. То есть они бы даже не называли открытие открытиями, понимаете? Понимаете, в чем дело? Вообще, слово открытие, оно само догматическое, оно подразумевает, что мы нечто открыли, оно было закрыто, мы не знали об этом, мы открыли это, мы узнали об этом, мы получили достоверное знание. Но это не терминология скептиков, это не мировосприятие скептиков и радость по поводу открытия. Это тоже не имеет никакого отношения к скептицизму. Так, продолжаем. Если бы ученые были скептиками, они бы не чувствовали почтения к научным авторитетам. А эти авторитеты, собственно, выдумали наиболее популярные научные теории, Эйнштейн, Ньютон, не знаю, так далее, так далее, Дарвин, так далее, так далее, так далее. Огромное количество научных авторитетов существовало, сейчас существует и будет существовать. Они еще будут рождаться, они будут, в общем-то, захватывать умы своих поколений. Там Хокинг уже сейчас, ох, какой научный авторитет. К сожалению, погиб. Ну вот, все просто. Есть научные авторитеты, в которых имеется почтение. И это почтение зачастую ведет к предвзятости, к сожалению. И, к сожалению, вот, да, если бы ученые были скептиками, они бы не испытывали этого почтения. Но они испытывают, по большей части испытывают. Не все, многие. К сожалению, это так, это правда. Если бы ученые были скептиками, они бы не чувствовали почтения к своим учителям, которые их воспитали и сделали учеными. Тоже очевидно. И тоже очевидный факт, что это почтение в большинстве случаев имеется. Если бы ученые были скептиками, они бы не чувствовали гнев, презрение, высокомерие, чувство собственной правоты и прочее, когда кто-то критикует научные концепции. Ну, потому что эти бы концепции были бы абсолютно безразличны. Вот как-то так, понимаете. А если бы ученые были скептиками, они бы вообще ничего не чувствовали. Ну вот, опровергаешь ты научную концепцию. А мне на нее плевать. Я не думаю, что она истина, понимаете. Если я ученый скептик, я не думаю, что эта концепция истина. Ее могут завтра опровернуть, послезавтра могут опровернуть. Даже если вообще опровержение невозможно, она все равно может оказаться либо истиной, либо ложной. И я допускаю оба варианта. Вот потому что я философ, я скептик. Потому что я скептик, типа, да, правильно? Ученый скептик, все. Но нет же. Ощущают гнев, ощущают презрение, высокомерие, чувство собственной правоты и прочее. Все это ощущают, это видно. Если бы ученые были скептиками, они бы не чувствовали презрения и неуважения к антисиентистам. Тоже очевидно. Тоже очевидно чувствуют и тоже очевидно не ощущали бы, если бы были скептиками. Если бы ученые были скептиками, они бы не чувствовали желания оскорблять и принижать несогласных с ними. Ну, многие здесь похожи, конечно. И все это, все это действительно относится к скептицизму. Продолжаем. Следующая глава. Если бы ученые были скептиками, они бы не. Просто они бы не, потому что я решил, да, сократить. Здесь будет много разных пунктов. Если бы ученые были скептиками, они бы не делали общие частные выводы, а также не определяли степень их возможной истинности. Если бы ученые были скептиками, они бы не вели борьбу против лжеученых, так как скептик, опирающийся на незнание, не может отличить ученого от лжеученого. Если бы ученые были скептиками, они бы не создавали интеллектуальную монополию, которая также очевидна. У ученых, в отличие от деятелей философии и религии, имеются определенные привилегии, и ученые эти привилегии защищают. Если бы ученые были скептиками, они бы не настаивали на том, что наука является исключительной сферой человеческой деятельности, отличной от религии и философии. Если бы ученые были скептиками, они бы не критиковали все ненаучное, так как критика обратная сторона догмы, искренне критиковать может только догматик. Если бы ученые были скептиками, они бы не добились такого количества практических достижений. Если бы ученые были скептиками, они бы не стремились к практике, так как практичность определяется человеком и является определенно субъективной. Как бы да, все. Вот что бы ни делали ученые, они ничего не получают. Не получается быть скептиками. Это вообще излишне. Излишне определять ученого как скептика. Вот моя позиция в данном случае. Поскольку я являюсь представителем скептицизма абсолютного, я против того, чтобы определять ученых как скептиков. Ученые пусть будут учеными. Ученые следуют эмпирическому методу, ученые следуют идеалистическому методу математики, ученые следуют логическому методу. Они рационалисты в целом. Они рационалисты и они эмпирики. И это все противоречит скептицизму. И все равно это нормально как бы. И все равно пусть исследуют, пусть исследуют все, но просто не называют себя теми именами, которые им меньше всего подходят. А также есть глава, если бы ученые были скептиками, то они бы отвечали на критику антисанитистов так. Но в целом это повторение моей другой статьи, в которой я разбирал группы аргументов против ученых. Там есть онтологическая критика, метафизическая, методологическая и так далее. Всю эту критику ученые, скорее всего, бы признавали, потому что там скептическая критика. Ну понимаете, да? Онтологическая критика, ну что бы они сделали с ней? Так как причины нашего существования и его сущность нам не даны изначально, мы можем лишь предполагать различные онтологические установки мира и человеческих существ. Из чего определенно следует сомнительность науки. То есть ученый не может определить, что существует, а что не существует. То есть достоверный не может определить. Не может сказать, вот я отвечаю, 100%, 100%, абсолютно 100% это вот так вот. И вот есть определенные доказательства, которые показывают это на все 100%. Если ученые так утверждают, то он, в общем, заблуждается. Ну, то есть он не является скептиком, так скажем. А если он так не утверждает, ну, то, в принципе, он не ученый, по сути. Он отрицает саму науку. Ну и все вот здесь тоже связано с вот этим вот характером науки. Все такие же вот ответы, да. То есть ученый должен признать всю эту критику и сказать, да, я во всем этом сомневаюсь. Я сомневаюсь в том, что наука является идеальной с точки зрения педагогики, экономически. То есть, да, то, что ученые, получающие зарплату за свою деятельность, абсолютно честны, абсолютно прекрасны, абсолютно независимы. Я сомневаюсь в том, что есть социологические, в общем-то, социологические какие-то проблемы. Ну, не может себе ученый не сомневаться. Да, я вот, в смысле, он сомневается в том, что социология никак не влияет на науку. А влияет, влияет же все-таки. Ну, ученые работают в коллективах, а коллективы предвзятые. Ну, просто потому, что это коллективы. У них есть коллегиальная ответственность. И коллективы давят на конкретных ученых. То есть, ну, все здесь очень просто. Все эти аргументы действительно усиливают сомнения в науке. Я советую прочитать, и советую прочитать статью изначальную, откуда эти аргументы взяты, эти группы аргументов. Так вот, вывод. Наконец-то вывод. Если бы ученые были скептиками, то наука, какой мы ее знаем, не была бы, в принципе, возможна. Если вы считаете себя ученым или сиентистом, и вам не понравилось хоть одно из высказываний выше, если оно вызвало у вас неприязнь, или вы с ним не согласны, то, скорее всего, вы не имеете никакого отношения к скептицизму. И это нормально, заметьте, и это нормально. Люди, в принципе, не обязаны быть скептиками. Скептицизм – это явление совершенно другого рода. Это не наука. Это даже лично антифилософское в некотором роде. Ну, и антирелигиозное, конечно. Ну, то есть, не то чтобы анти. Это не против. Это не. Это не, в общем-то. Это а-философия. Это а-наука. Это а-религия. Нет, это не знание. Я не знаю. Просто я – это признание того, что я не знаю. Ученый не признает того, что он всего не знает. Хух, а восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok